Ежедневная информационная повестка практически всех ведущих мировых СМИ не обходится без сообщений о терактах, фактах экстремизма и боевых действиях в разных уголках планеты. Насилие как способ решения споров имело место во все времена, однако в 21 веке его масштабы растут пропорционально количеству людей на планете, словно кто-то боится, что на Земле всем места не хватит. Террор превращается в своеобразный культ, противопоставляющий себя здравомыслию. Что происходит с нашей Землей? Что происходит с нашими людьми? Сегодня мы постараемся с вами выяснить и поговорить на эту тему. Безусловно, терроризм нельзя оправдать, но можно и нужно объяснять. На сегодняшний день нет однозначной научной теории, которая бы полностью охватывала все аспекты психологии терроризма и выявляла мотивы людей, вступающих в экстремистские организации. Но одно можно сказать наверняка – эти люди утратили нормальный смысл жизни и пытаются найти его в фанатичном служении идеи. Чаще всего террористами становятся молодые мужчины, которые в период раннего взросления более склонны к рискованным действиям. У них отмечается высокий уровень тестостерона, который является одной из причин агрессивного поведения. У многих учеников, студентов, которые к нам поступают сюда, возникают у некоторых проблемы с поведением, потому что все проблемы начинаются именно отсюда. Плавно переходящие нарушения данного поведения уже в какие-то преступления, правонарушения, которые уже регламентируются, предусмотрены какими-то определенными нашими кодексами – административными, да и уголовными. Уголовный кодекс Российской Федерации содержит порядка 10 статей, связанных с экстремизмом и терроризмом. За последнее время ряд из них был ужесточен. А также появились новые статьи законодательства, предусматривающие наказание за международный терроризм, несообщение о преступлении и заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Ну и нашумевшая 205-я статья Уголовного кодекса – публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма. В Карачаево-Черкесии, как и в других регионах страны, уже есть привлеченные по этой статье за, казалось бы, безобидный репост в социальных сетях. Вся молодежь в основном сидит в соцсетях. И вы там разные ролики просматриваете. Если вы нажали репост ролика или откомментировали, это тоже является публичное оправдывание терроризма или подсеркательство к терроризму. За это у нас осужена уже одна девушка. Вот она делала репосты этих роликов, которые сирийцы там снимают, как они взрывают машины, дома, убивают людей. Тоже очень большой штраф до миллиона рублей и срок лишения свободы до семи лет. Склонность к экстремизму и терроризму многие исследователи определяют как отклонение из разряда психических заболеваний. А как известно, любую болезнь легче предупредить, чем лечить. Своеобразную черту на мероприятии подвел своей проповедью настоятель церкви преподобного Сергия Радонежского города Черкеска, отец Константин. Самая большая победа в мировой истории – это победа над самим собой. И если вы будете помнить о том, что вы личность, вы никогда не обидите человека, который рядом с вами, потому что он тоже личность. И тогда как личности состоитесь, потому что вы будете дарить тепло и любовь и добро не только себе лично, как приучает нас современный мир, но и ближнему, любимому соседу и брату и сестре и по вере, и по национальности, и по жизни, в которой вы живете, в этой одной огромной замечательной стране, где всем есть место и хватит и природных ресурсов, и воздуха, и света, и всего остального.